Дружба полковника ФСБ Грессия 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 В связи с проведением служебной проверки в отношении начальника Краснощёкова просит оказать содействие в получении фото-видео, подтверждающих факт пересечения государственной границы Краснощёковым в такой-то и такой-то период. То есть была поставлена задача уволить за прогул, что якобы Краснощёков пересекал границу Российской Федерации. Далее, что делает Гресь? Гресь присылает Горбунову Сергею Петровичу карточки пассажира, датированные разными датами от 20 ноября 2009 года. То есть якобы он, Гресь, путем официальной переписки с КПП Гугова автомобильного получил карточки пассажира на Краснощёково, подтверждающие пересечение Краснощёковым в государственной границе. Три дня якобы не было Краснощёково на работе, за что в дальнейшем его и уволили. Показываю 20 ноября 2009 года, акцентирую внимание, начальник смены лейтенант Иван Кочеряев. И оказалось, что делал подполковник в то время Гресь. Ничего не стесняясь, он подделал сопроводительные письма. Почему подделал? Я отвечаю за каждое свое слово. События эти разворачивались в конце 2009 года. В штампиках от 19 ноября 2008 года якобы к карточке пассажира стоит 2008 год. То есть три карточки пассажира, три письма сопроводительные. 10 ноября 2008 года, подчеркиваю. И 07 декабря 2009 года, уже здесь 9 год он поставил. То есть он подходил с этими письмами, не к кому-нибудь, а к начальнику ФСБ края, в то время Зайцеву. И подсовывал ему на подпись фиктивный документ. И вот 29 октября 2010 года из военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа мне пришел ответ за подписью заместителя военного прокурора округа, полковника юстиции Фурмана. Где? Был опрошен, по моему настоянию, начальник смены, старший лейтенант Кочаряев, который пояснил, что карточки на имя Краснощекова никогда не распечатывал и не заверял. Надеюсь, что сегодня кто-нибудь услышит. И я сегодня делаю официальное заявление и обращаюсь к главному военному прокурору Фридинскому истребовать материалы проверки отказные Сухомлинова в отношении ГРЭС по факту фальсификации материалов проверки в отношении Краснощекова, а именно пересечения границы, карточки пассажира, и внести требования о возбуждении уголовного дела, что нужно было сделать еще в 2010 году. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела выносил в военносредственном отделе заместитель Сухомлинов. Так он выносил постановления, в которых, я тоже вам продемонстрирую, показания опрошены были Гресь, опрошен был Горбунов, тогдашний начальник УСБ ГОВД Края, и лейтенант Кочаряев, тот самый, который при прокурорской проверке пояснил, что никогда не подписывал никаких карточек пассажира на Краснощекова. Так вот, Сухомлинов пишет в отказном, я вам покажу, абсолютно противоречивые показания этих всех людей, абсолютно противоречивые. И мы подаем жалобу, и прокурор военной Федорченко удовлетворяет ее в полном объеме, то есть нужно заново переопрашивать людей, что делает Сухомлинов. Он просто переписывает тот же самый текст неоднократно с июня 2010 по октябрь 2010, после чего Гресь, понимая, что он не может купить прокурора Федорченко военного гарнизона, едет в Ростов, не знаю, с кем, о чем он там договаривается, но прокурора Федорченко быстренько переводят отсюда. Убрать с дороги Ярослава Краснощекова, уволить его из органов, возбудить уголовные дела в отношении хозяина бизнеса Владимира Краснощекова, отдав команду своему подручному начальнику следственного отдела при Крымском ОВД Тацкойнову. Только, по сути, вмешательство прокурора края в виде внесения представления позволило разобраться действительно в произошедшем, разобраться в том, что отсутствовал изначально состав преступления в действиях Албанова. В самом приговоре и в нынешнем заседании звучало, что у Албанов действия в группе с определенными лицами, коим подразумевался директор организации Краснощека ВВЯ. Соответственно, состоявшееся решение автоматически должно подразумевать прекращение уголовного преследования в отношении участников, которые выделены в отдельное производство. Если члены семьи начинают жаловаться и сообщать о других преступлениях главаря ОПГ полковника ФСБ Греся, нужно им заткнуть рот. Чтобы заткнуть рот, есть два варианта – или убить, или посадить. Если убить не получается, то надо посадить не только членов семьи, но и их знакомых. Нам предложили собрать 4,5 миллиона рублей. Мы уже все, родственники, все начали продавать, готовы были. Но потом пришла информация, что все равно, даже если деньги возьмут, все равно его закроют. Вот просто замкнутый круг. Писать получается бесполезно. Ни ответов, никто ничего не дает. С марта 2010 года по декабрь 2010 года на протяжении всего следствия следователь Матушкин и работник УВД Потолах заставляли меня подписать ложные показания в отношении Кашинцева. А после приговора 7 июня 2011 года, когда суда привезли меня в изолятор временного содержания, меня вызвали в кабинет к Степаненко, работнику на тот момент, начальником криминальной милиции. И там уже он меня заставлял подписать. Говорил, что Гресь обещает, что через два месяца ты будешь дома. Если неугомонная семья Краснощековых не успокаивается, то нужно посадить в камеру кандидата юридических наук Ярослава Краснощекова по выдуманному уголовному делу, который своими жалобами парализует действия ОПГ по рейдерскому захвату песчаного карьера. Я говорил, что в Крымске действует организованная преступная группа в погонах. За последние две недели это стало еще более очевидным. В данном случае, касаемо дела Краснощекова, я хочу показать документы, подтверждающие безумие тех товарищей, которые в погонах находятся сегодня и верно служат своему хозяину, полковнику ФСБ Гресь, исполняют его указания. А именно, Краснощеков Ярослав Владимирович, 23 июля судом апелляционной инстанции приговор в отношении его был отменен не по формальным основаниям, а по фактическим обстоятельствам дела, где было указано по 159. В приговоре суда не конкретизировано, в чем заключается обман и не указано лицо, которое обмануто. Кроме того, вывод суда о похищении Краснощекового имущества не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку вышеуказанное имущество перешло не во владение служения, а во владение Дарвуд. Рапорт был зарегистрирован в феврале. Дело возбуждено 6 марта 2013 года. А до 18 марта 2013 года имущество принадлежало ООО «Блокдом». Налоги на него начислялись. То есть еще даже не произошло то, что они выдумали. А они уже возбудили дело и был рапорт. Если сводный брат начинает разоблачать преступления организованной преступной группы, необходимо заткнуть ему рот, используя ручных судей Крымского районного суда. Чтобы совместить полезное с приятным, полковник ФСБ Гресь решил залечить дешевые раны, оценив свою честь и достоинство в 500 тысяч рублей. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Чтобы получить желанные деньги, необходимо подделать квитанции о якобы понесенных материальных расходах, связанных с его честью. В 2011 году в сентябре месяце Гресь подал исковое заявление о взыскании с меня в свою пользу денежную компенсацию за моральный уред в размере 500 тысяч рублей. Вторым пунктом взыскать с меня же в пользу Гресь судебные расходы на оплату услуг адвоката в размере 110 тысяч рублей. Данное исковое заявление рассматривала судья Крымского районного суда Литвиненко. После ознакомления с материалами, предоставленными Гресьом судья Литвиненко о якобы оплате им 110 тысяч рублей судебных расходов адвокату ХОРД, было установлено нами, увидено мной, что подпись в строке оплатил клиент, же не лежит, не Гресью. Получается, что полковник Федеральной службы безопасности не только оценил свои чести и достоинства в 500 тысяч рублей, но и решил подзаработать еще 70 тысяч, предоставив следствию и судье фиктивные платежки. Гресь предоставил судье Литвиненко подложные документы, то есть это фальсификация материалов гражданского дела. Было вынесено 5 октября 2011 года решение именем Российской Федерации, судья Литвиненко, которая естественно удовлетворила все исковые требования грязя, закрыв глаза на поддельные подписи, на поддельные квитанции вообще. Но после направления очередных телеграмм о данном совершенном преступлении президенту Российской Федерации и представителю Верховного Суда, вдруг я получаю уведомление, письмо, что гражданское дело, то есть мы обжаловали это решение, вдруг украдено, утрачено. Оказывается, при транспортировке из Крымского районного суда в Краснодарский краевой суд везли 8 судебных дел. Вез их судья Крымского районного суда Корнелев тоже. И в связи с тем, что нужно было избавиться от этого дела, где поддельные квитанции, и это все доказано, они организовали кражу. Восьми судебных дел при транспортировке судья Корнелев непосредственно был исполнителем, я официально это заявляю, а судья Литвиненко под руководством Грязя, не знаю, кто еще с ними участвовал, организовывали все это дело. После чего меня уведомляют, что дело, оказывается, украли, и ни одного документа нигде не осталось. И только Грязь, только Грязь принес заявление о восстановлении утраченного судебного производства и предоставил, акцентируя внимание, копии сохранившегося судебного производства, то есть у него, которые сохранились, на 102 листах. То есть украли 8 граждан судебных дел при транспортировке. Именно это гражданское дело украли, и только у Грязя остались копии, больше ни у кого. И он предоставил на 102 листах эти копии. Сообщая всем об этом преступлении, судья Литвиненко поняла, что надо что-то делать. Что придумала судья Литвиненко под руководством Грязя? Ну, это организованная преступная группа. Протокол судебного заседания, то есть уже восстанавливают судебное производство. Больше 102 листов оно быть по определению не может. Их больше ни у кого не сохранилось. Их украли. 16-18 ноября 2011 года 228 листов. Откуда судья Литвиненко взяла 126 листов? Простой, элементарный вопрос. Казалось бы, да? Она даже опись переписала в другом порядке. А его не могло быть. Другой опись просто не могло быть. Все это у меня есть. Что происходит дальше? Здесь вот та самая опись с подписями. Вот все доказательства, что все квитанции фиктивны. Все квитанции фиктивны. мы пишем заявление о совершенном преступлении, сдаем на личном приеме руководителю следственного управления Следственного комитета края, дабы привлечь грязя Николая Николаевича к уголовной ответственности. Если не он поддел, то его адвокат охот. Ну и, соответственно, понятно, что и по суде Литвиненко нужно принимать процессуальное решение. Исполняющая обязанности начальника отдела специального контроля Верховного суда России Головкина отправила Александру Бастрыкину письмо, в котором указало, что в Следственный комитет направляются сведения о совершенных преступлениях. Руководство Федерального комитета поручило Краснодарскому Краевому комитету разобраться в сложившейся ситуации. Однако оттуда ответа до сих пор не поступило. Нет никакой реакции на незаконные уголовные преследования и заведомо неправосудные приговоры в отношении ветерана войны Давыдовой многодетного отца Албанова и многих других жителей Крымского района. Может, кому-то выгодно такое молчание? Иначе как объяснить, что по факту фальсификации материалов проверки в отношении Ярослава Краснощекова до сих пор не возбуждено уголовное дело? Как иначе объяснить, что по сообщению о преступлении, направленному начальником полиции Бачуриным в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю, вообще не принято никакого решения? А ведь в Краевое управление дважды подавались заявления о преступлениях, совершенных судьей Литвиненко и полковником Гресси. Ответа тоже нет. На днях стало известно, что в Краевом суде в стадии касационного рассмотрения находится уголовное дело в отношении Константина Тумасова. Момент истины следит за развитием событий в Краснодарском крае и надеется на принятие законного решения по делу Тумасова. Продолжение следует...